До сих пор остается загадкой, почему одно сохраняется, а другое исчезает бесследно. Почему одни действия повторяются, закрепляются и становятся традициями, а другие растворяются в потоке времени. От поколения к поколению разными способами передавалась информация о том, что же было раньше. Мир вещей, который наглядно демонстрирует прошлое, открывается нам в музейных залах. Музей Музей – это, пожалуй, один из самых древних проектов человеческой культуры. Как и во всяком проекте, здесь есть свои цели, участники и методы достижения целей. Разумеется, все эти составляющие меняются на протяжении времени, но основная идея остается неизменной. С помощью некоторого набора вещей показать то, что стоит за ними – людей, их нравы, уровень развития техники или условия жизни в ту или иную эпоху. Причем такой показ никогда не бывает нейтральным, ведь все предметы для выставки подбираются очень тщательно. Музей Давно замечено, что каждый отдельный предмет той или иной коллекции может не иметь никакой ценности. Но коллекция, составленная из, казалось бы, бесполезных предметов, может приобрести огромное значение. Поиски клада, сокровища, поиски духовных и материальных ценностей белорусского народа свойственны многим поколениям белорусов. Поиски ответов на вопросы «кто мы?», «откуда мы?», «какие мы?» продолжаются и сегодня. И часто ответы мы находим в тех вещах, которые создаем своими руками. Авторская кукла, по одной из версий, родилась в Японии и покорила весь мир. На белорусском пространстве она существует уже давно. Кто-то изготовление кукол сделал своей постоянной работой, для кого-то это стало серьезным увлечением. Так или иначе, в нашем небольшом городе мастеров-кукольников становится все больше. Этим надо увлечься, этим надо заболеть. Это как минимум. И скажу вам откровенно, каждый человек это может сделать. Просто надо для себя определить, что ты хочешь это делать, что ты хочешь заниматься именно этим. Недавно на базе третьего филиала городской централизованной библиотечной системы города Гродно был создан клуб авторской куклы. Идея собираться этим женщинам пришла после того, как все вместе они окончили курсы по изготовлению авторской куклы Галины Жемчужниковой. Обклеивайте, вставляйте, и тогда уже вот эту внутренность аккуратненько приклеивайте. Ну, просто так проще. Можете делать сразу уголкового, у кого она будет наискось. То есть вот так. Это бы потом обрежет. Понятно, да? Ну, самому сложно. Лучше, конечно, найти единомышленника. Все равно вместе удобно. Даже когда мы здесь собираемся, мне кажется, когда уходишь с курсов, и настолько вот это вот желание что-то делать, что-то сделать новое, принести, показать, похвастаться. Есть такое желание у всех. Это, наверное, когда писатель пишет «Стол», так и для творческого человека. Его работы должны быть осязаемые, видимые. То есть захотелось продолжать общаться. Вот поэтому у нас появилась такая идея, которая воплотилась в жизнь, и появился клуб, который называется «Гроденская кукла», «Гроденская лялька», если говорить по-белорусски. И где-то раз в месяц мы здесь собираемся и показываем свои новые работы, делимся новыми идеями, какими-то мастер-классами, обмениваемся опытом. И это здорово, потому что мы привлекаем новых людей, мы отдаем свои эмоции, свое настроение, и каждый из нас приносит что-то новое. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Участники клуба «Гроденская кукла» не называют себя мастерами. Ведь узнаваемый почерк художника вырабатывается постепенно, от работы к работе. Участие в выставках, когда ты выносишь свою куклу на суд зрителя, это своеобразный творческий экзамен. Насколько она, именно эта кукла, уникальна? Насколько она не похожа на любую другую? Моё увлечение началось вообще, наверное, банально. Всем, кому нравится творчество, мне увлекали разные техники. Я всегда что-то узнавала новое во всех сферах. И как-то на кукле остановилась, ну, соединились все эти техники. В них можно показать много и художественное, и текстильное что-то шить. Ну, вот как-то и здесь неожиданно увидела, что проходят курсы авторской куклы. В процессе работы над куклой необходимо освоить множество профессий. Здесь нужно уметь лепить и знать анатомию. Уметь шить, клеить и расписывать. Быть визажистом и парикмахером, портным и сапожником. И это не говоря о том, что нужно придумать образ. А это уже полет фантазии. Носишь внутри что-то, вот какой-то образ. И хочется, как-то, не знаю, даже вот как-то действительно, как говорят, заболеешь. Носишь, носишь, хочется выразить его. Иногда даже не получается, и очень расстраиваешься, что не то, что хотела. Ну, не так получается. Вдруг вот озарение. Что-то придумала опять. Хочется сесть, и скорее взяться и опять делать, делать, делать. Образы появляются совершенно спонтанно. Иной раз вынашиваешь образ очень долго, а когда начинаешь творить, получается совсем другое. Поэтому из-за состояния души, какое в данный момент состояние души, такая получается и кукла. Людьми уже создано очень много красивых образов. Иногда просто хочется, ну, наверное, вдохновляет это все, и самой хочется что-то такое создать, воплотить в жизнь какой-то образ. Очень, наверное, настроение влияет вот на это. То есть, иногда оно такое лиричное, иногда, наоборот, более динамичное. Поэтому, соответственно, хочется таких образов. Вот. Но мешает, наверное, иногда нехватка времени, какие-то жизненные проблемы, но чаще, наверное, собственные олеи. Куклы давно перестали ассоциироваться только с детскими забавами. Авторская кукла – это полноценный объект искусства, в котором мастер, даже начинающий, реализует определенный художественный замысел. Мастер тщательно работает над образом и тем самым создает для каждой куклы уникальную историю. Когда я делаю куклу, я просто придумываю какую-то для нее историю, биографию, может быть, даже дом, вещи, которые ее окружают. То есть, это получается, как такая маленькая сказка, и я просто себя этим развлекаю. Авторская кукла – работа штучная. Изготовление одного экземпляра занимает у мастера несколько месяцев – от мечты до его воплощения в реальность. Едва ли можно создать две одинаковые куклы, а вот добиться портретного сходства с тем или иным человеком вполне по силам. Но бывает и так, что внешний облик куклы может быть очень далек от первоначального замысла. Мы не делаем эскизы, мы не делаем зарисовки. Мы делаем изначально какой-то образ в голове. Он есть, ты его видишь, и ты пытаешься его воплотить. Иногда в процессе оказывается, что это совершенно не тот образ. И кукла говорит, что она именно не та кукла, которую ты хотел сделать. Это что-то совершенно другое. Такое бывает. Это значит, что наши куклы с нами разговаривают, с нами общаются. Мы говорим на одном языке. Спустя несколько десятков дней труда, сомнений и творческого поиска работа завершена. Кукла живет своей жизнью, дышит настроением сказки или прошлых эпох. Будущее куклы не здесь, на столе художника. Кукла – это предмет интерьера. И она обязательно обретет свой новый дом среди себе подобных. Я всегда говорю, что куклы – это, в первую очередь, это глаза. Это глаза, которыми смотрит на мир ее автор, ее создатель. Если я вижу мир красивым, моя кукла будет тоже красивой, она тоже будет радовать, она будет вдохновлять, она будет зажигать огонь в груди, она будет вызывать улыбки и, как минимум, желание что-то еще сделать. Субтитры создавал DimaTorzok У авторской куклы нет национальности. У нее есть имя, имя мастера, когда смотришь и понимаешь, чья она. При изготовлении куклы любой художник, кукольный мастер, ремесленник вкладывает в себя свои эмоции и свой жизненный опыт. Возможно, когда-нибудь для этих кукол найдется место в музее, и они смогут помочь будущим поколениям в поисках духовных и материальных сокровищ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok